В Чите открылась уникальная экспозиция, результат нескольких экспедиций туристов и альпинистов в Тибет и Гималайи. Подробности смотрите сегодня в международной программе «Середина земли». Не допустить трагедии. В Улан-Удэ начались массовые проверки лифтов. Подробности в «Середине земли». В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции, он начинается с новостей Забайкальского края. В студии Юлия Тимошенко. Здравствуйте. Взгляд на крышу мира через объектив фотоаппарата в музейно-выставочном центре Забайкальской столицы открылась уникальная экспозиция, результат нескольких экспедиций самарских туристов и альпинистов в Тибет и Гималайи. Впервые на фотопленку вид Гималаев, Тибета, Алхасы запечатлел наш земляк – гамбажап цибиков во время своего путешествия в конце 19-го – начале 20-го века. Но несмотря на прошедшие с того моменты десятилетия, Тибет остается довольно закрытым местом и представляет огромный интерес для зрителя. В экспозиции не только величественные фотополотна, отражающие красоту местных пейзажей, но и бытовые зарисовки. В частности, в Королевстве Ло, из которого есть достаточно много сюжетных зарисовок, зарисовок, касающихся природы, жизни людей, культуры, религии, там требуется разрешение на то, чтобы турист смог снимать эту территорию. Но, по всей видимости, эти проблемы были благополучно разрешены, и мы можем посмотреть не только величественные панорамы, но и посмотреть на жизнь людей, на их быт и на то, во что они веруют. Центральное место в экспозиции занимает триптих, изображающий гору Эверест или Джамалунгума. Это снимок 3 метра высотой и 9 метров шириной. Результат – месячное восхождение. При этом, чтобы создать это фото, автор должен был уместиться на небольшом пятачке, размером не более метра. Своими впечатлениями от удивительных мест поделился с нами известный фотограф Александр Леснянский, не раз бывавший в Тибете. Горы настолько красивые, величественные и вообще неповторимые, что можно просто взять мыльницу, выйти, если там ничто не заслоняет гору, ни другая гора, ни туман, то ты сделаешь, ну не шедевр, но ты сделаешь хорошую фотографию. Это мы и видим. Красиво просто. Свою работу выставка продолжит до конца февраля, чтобы все желающие могли познакомиться с величественной красотой крыши мира. Так еще называют Гималайи. В одном из театров Улан-Удэ открылась детская студия по изучению бурятского языка. Мастерами курса выступят режиссеры и ведущие актеры театра. Работа центра направлена на раскрытие творческого потенциала, а также духовное и культурное воспитание, отмечают организаторы. Основное внимание уделяется изучению бурятского языка и культуры, обряды, игры, песни и устное творчество. Занятия помогут улучшить память, расширить кругозор школьников. На связи коллега из Улан-Удэ. Здравствуйте. Что еще у вас произошло? Здравствуйте, коллега. Вторая новость не очень приятная. Вандалы разрушили часть скульптур в одном из ледовых городков. Потому организаторы приняли решение убрать фигуры раньше времени. Местные власти подчеркнули, что их отправят на реставрацию. Каток и детские горки при этом будут работать до конца зимы. И к другим новостям. Как не стать жертвой сломанного лифта? После трагедии в московском жилом комплексе «Алые паруса», в результате которой погибла женщина, в многоэтажках страны начались массовые проверки механизмов подъемных машин. В один из таких рейдов отправилась и наша съемочная группа. Принято считать, что поломки свойственны только старым лифтам. Однако, как выяснилось, и новостройки лифтовых дел мастера посещают часто. Вот в этом доме лифт ломается стабильно раз в месяц. Дом был сдан три года назад. Мы заехали практически сразу же. Сделали ремонт. Ну и вот состояние лифта, то есть оставлять желает лучшего. Проблемы начались сразу же практически. То есть поломки постоянные. Мы живем на девятом этаже. Ну и очень неудобно. То есть постоянно приходится пешком подниматься. Ну, остается надеяться на лучшее, конечно. Управляющая компания к больному для жильцов вопросу относится спокойно. Сломался – наладили. А ведь неизвестно, чем может закончиться очередная поломка. Любой сбой при открытии дверей или скрип во время движения должен насторожить. Пользоваться таким лифтом нельзя. Нужно срочно связаться с управляющей компанией или с диспетчером. Кстати, кнопка вызова по закону должна быть в каждой кабине. Соответственно, специалисты должны вызвать бригаду технического обслуживания лифтов или для более тщательной проверки рост их на взор. Сейчас мы проверим, работает ли в этом лифте кнопка вызова диспетчера. Вызов диспетчера. Ждите ответа. Молчание. Никто трубку не берет. На всякий случай здесь указаны номера телефонов. Экстренный вызов лифтера диспетчера при аварии. Известно, что по нормам срок службы лифта составляет 25 лет. Только по истечении этого периода он подлежит замене. В 2014 году в Бурятии начала действовать программа капитального ремонта. Дома, в том числе и лифты, до 1991 года выпуска ремонтируются за счет средств фонда капитального ремонта. Остальные – из собственного кошелька жильцов. Как выяснилось, дом давно стоит в краткосрочном плане на капитальный ремонт. Но сразу хочу сказать, что учитывается уровень сборов, взносов. Данный многоквартирный дом собирает взнос в 83%. Это высокий уровень сбора, поэтому в 2016 год они попали на капитальный ремонт. Однако замена старых лифтов так или иначе будет производиться. Из 382 грузоподъемных машин, функционирующих в городе, 66 подлежат замене. И 53 из них поменяют в 2016 году, независимо от уплаты жильцами взносов. А вот что делать с новыми, неисправными лифтами? Проверка лифтов проводится ежегодно, проводится техническое освидетельствование. В городе Улан-Удэ это освидетельствование выполняет одна компания. В среднем в стране за год происходит около 20 случаев, когда в лифтах гибнут люди или есть пострадавшие. Но это неофициальная статистика. К счастью, в Улан-Удэ трагедии не было. Елена Власова, Вячеслав Сердюченко, Средина Земли, Бурятия. Молодым врачам запретят работать в частных клиниках. Такой проект готовит Министерство здравоохранения России. Почему начинающих специалистов хотят лишить приличного заработка и как к нововведению отнеслись в Бурятии, расскажет Дарья Белоусова. Отдать дань государству такое нововведение планируют увести по всей стране. Проект разработан для того, чтобы нацелить молодых врачей проработать в государственных учреждениях установленный срок. И только после этого определиться с выбором. Например, пойти работать в частную медицину. Ведь все шесть лет студенты учатся на бюджетной основе. Такие поправки призваны внести справедливость. О том, что в ведомстве грядут большие перемены, подтверждают и в Министерстве здравоохранения Бурятии. Главный плюс которых – решение кадрового вопроса. В настоящее время огромная нехватка участковой службы у нас идет. Скорее всего, может сократиться хотя бы очередь в наших поликлиниках. Поэтому мы от этого нововведения ожидаем очень много. Минусов абсолютно никаких нет. И потом, в принципе, сейчас я не думаю, что частные компании прямо бегом бегут и берут новоиспеченных специалистов без всякого опыта работы. Мы поинтересовались и студентов медицинских учреждений. По поводу нововведения мнения разделились. Я не согласна с такой системой, так как это нарушение права свободы человека. Может быть, студент хочет пойти работать в некую частную клинику, где высокооплачиваем, чем, например, ЦРБ, то же самое, или ЛПУ, которая на государственной основе. У меня двоякое мнение. С одной стороны, я могу согласиться, что как мы учимся на бюджетной основе, мы можем идти, да, государство нам помогло как-то выучиться бесплатно. И тогда мы можем идти, идти в ЛПУ или в ЦРБ работать, потому что мы отдаем долг государству. И с одной стороны, право выбора человека есть то, что я, может, хочу в частной клинике работать, да, и свои проценты получать. Сейчас федеральные чиновники обсуждают временной отрезок, который будет действовать в России, то есть сколько лет молодой врач обязан будет отработать в государственном учреждении. Однако, по мнению экспертов, данные поправки могут снизить у новоиспеченных врачей мотивацию к работе и привести к оттоку талантливых специалистов из отрасли. В Китае, несмотря на экономический спад, ожидают рост продаж детских игрушек. Такую надежду дает отмена политики «Одна семья, один ребенок». На связи с нами коллеги из Пекина. Здравствуйте. Что еще интересного у вас? Здравствуйте, коллеги. В студии Сянжунай. В ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Большие панды снова в центре внимания. Стало известно, что близнецы бамбуковых мишек станут послами программы развития ООН. Так как медвежат пока еще никак не назвали, исследовательский центр по разведению больших панд предлагает всем желающим подобрать им имена. Конкурс открытый и продлится до июня. Двум бамбуковым медвежатам предстоит выбрать имя. У них очень важная миссия. Они станут послами в программе развития ООН. Конкурс на лучшее имя малышам проводит исследовательский центр по разведению больших панд города Ченду, провинции Сучуань. Результаты объявят 5 июня. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам защиты редких животных, исследовательский центр по разведению больших панд предлагает ряд тематических мероприятий. Любители животных могут посетить художественную выставку, а также принять участие в выборе официального гимна бамбуковым медведям. Мы все можем совершать общественно полезные дела каждый день. Например, что касается защиты больших панд. Я бы хотела, чтобы каждый из нас на своей странице в микроблоге опубликовал информацию о важности защиты бамбуковых медведей. Это ведь несложно. Другой не менее ответственный конкурс – выбор волонтёров, которые будут представлять бамбуковых мишек. Победителей выберут до 1 апреля. Желающим необходимо сняться в коротком видео с участием панд, которые проживают в 25 зоопарках 17 стран мира, и загрузить ролик в интернет. Авторы 17 лучших работ получат возможность приехать в Китай и посетить места обитания больших панд. В Шанхае стартовала персональная выставка Туцзински – легендарного американского художника по стеклу. Мастер разработала уникальную технику создания сосудов из разноцветных стеклянных волокон. Её работы представлены в 70 музеях по всему миру, в том числе в Нью-Йоркском музее современного искусства. Подробности материалей далее. Растянутые, скрученные, как и её душе угодно. Туцзински управляется со стеклом, как со струящейся тканью. Концепция работ базируется на игре света. Лучи преломляются через волнообразные внутренние и внешние поверхности. И вот перед вами уже не сосуды, а танцующее полярное сияние. Мне нравятся эти работы. Я действительно под большим впечатлением. Никогда я подумать не могла, что стеклянные изделия могут быть настолько красивы. Туцзински работает со стеклом почти полвека. Уникальное взаимодействие света и цвета достигается с помощью специального приёма. Такую технику художница разработала в 1982 году. Художественный метод позволяет превращать стеклянные стержни в оптические волокна, тонкие как нити. В фундаменте каждого произведения тысячи разноцветных стеклянных палочек. Они приобретают форму под воздействием температуры. Чтобы на выходе получилось что-то стоящее, важно соблюсти технологические каноны. Думаю, предпосылкой для создания техники стало моё увлечение выдувом из стекла, который требует быстрой реакции. Ты не можешь долго думать, должен действовать быстро и не имеешь возможности дать задний ход. А с годами всё больше хотелось остановить мгновение и созерцать. Несмотря на потребность в спокойной работе, во мне не иссякло желание выразить себя. «Зынский так умело управляется со стеклянными нитями. После обработки под высокой температурой они хаотично сплавляются, но не выходят из-под её контроля. Тутц способна преобразовать случайные сочетания стекла в художественные структуры. Это идеальный союз мастерства и творческой индивидуальности». В творчестве Тутц-Зынский красный доминирует. И это не случайно. «Красный цвет для меня самый важный, ведь это базовый цвет жизни, который мы видим сквозь закрытые веки ещё в утробе матери. Цвет, который всегда самый первый бросается в глаза. Он очень мощный». Тутц-Зынский – первый художник по стеклу, который творит по заказу Музея современного искусства в Нью-Йорке. Её работы представлены в более чем 70 музеях по всему миру. Не так у меня на этом всё. Других событий мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok